И прямо сейчас к нам в редакцию по видеосвязи дозвонился писатель и депутат Сергей Шаргунов. Сергей, здравствуйте. Вы в эфире. Задавайте ваш вопрос. В последнее время я получаю достаточно много тревожных сигналов с разных мест, особенно из провинции. Есть некоторые исполнители, которые с особым рвением берутся за так называемый экстрим. Это некоторые постинги в социальных сетях, лайки, репосты. И речь идет не о прямых призывах к насилию, которые категорически осуждают, а просто зачастую о нелепых или резких суждениях, с чем можно не соглашаться, не преследовать. Доходит буквально до маразма. Например, молодых патриотичных ребят решили осудить за создание утопительской группы по проведению референдума об ответственности власти в стране. Казалось бы, что здесь приступим? Вот экстремистская сообщество. Я понимаю, что ни вы, ни я не можем вмешиваться в судебные дела. Но давать определенные оценки уже можно. Иногда такое ощущение, что если буквально воспринимать 282-ю статью Уголовного кодекса, то некоторым ревнителям надо бы посмертно осудить Пушкина, Толстого, Достоевского, Маяковского, а их сочинение изъять. И тут еще подоспели новоявленные законы, связанные с интернетом. На мой взгляд, достаточно расплывчатые. Так что есть огромное пространство для больности толкования. Нет ли смысла как-то приостановить тех, кто на полной скорости решил закатывать чужие мнения? Те более это реальная тревога, опасения и человеческие судьбы, особенно молодых людей, которых, мне кажется, не стоило бы стращать. Я с вами согласен. Вы вспомнили про классическую литературу. Один из героев самого известного у нас произведения говорил, собрать все книги бы дожечь. Но вот мы, конечно, по этому пути не можем пойти, не должны пойти, никогда не пойдем. Но вот эта судебная правоприменительная практика, безусловно, должна находиться в поле зрения общественности. Вот это очень важно и должна корректироваться. Если речь идет о распространении именно такой информации, которая является экстремистской, то, конечно, я уже об этом говорил, как в других сферах деятельности, как в других сферах жизнедеятельности общества, должны применяться общие правила. Нарушил – ответил. Но нужно определиться с самими понятиями, что это такое. Не нужно доводить все до маразма и до абсурда, как вы сказали. Полностью с вами согласен. Значит, давайте мы и вот в рамках общероссийского народного фронта, я попрошу коллег, они достаточно эффективно работали по различным направлениям, важным направлениям для страны в предыдущие годы. Это тоже очень важная сфера. Вот вместе проанализируем, что происходит. С одной стороны, за слон нужно поставить экстремизму, что, безусловно, отвечает интересам подавляющего большинства общества. Но кто же будет спорить с тем, что нужно поставить за слон пропаганде суицидов, особенно среди молодежи? Разве кто-то против? Ну, конечно, нет. Или по сравнению, скажем, фашистских каких-то идей? Разве кто-то против? Да нет, конечно. И так далее, и так далее. Но нужно определиться с понятиями. Нужно привлечь Верховный суд. Я уверен и хочу вас заверить, что и в правоохранительных органах, и в судебной системе люди понимают свои задачи. Если есть что-то, что требует наше дополнительного внимания, давайте это внимание сосредоточим на тех проблемах, о которых вы сейчас сказали. Субтитры создавал DimaTorzok